Расскажите, пожалуйста, о проекте Клуб Клиентов Альфа-Банка. Что это для Альфа-Банка и что это еще для вас? Для Альфа-Банка Клуб Клиентов это, естественно, большой шаг в сторону предпринимателей, в сторону поддержки предпринимателей, бизнеса. Потому что Клуб Клиентов создан банком для того, чтобы бизнесы чаще появлялись, быстрее росли и меньше умирали. Вот мы какую-то задачу перед собой поставили и работаем в этом направлении. И вот Сайк Клуб Клиентов, он собрал в себе все инициативы банка, которые направлены на поддержку предпринимателей, на то, чтобы бизнес в стране, именно малый бизнес в стране развивался и рос. Но при этом они, то есть сам проект позиционируется как не финансовый, правильно? Нет, не совсем банк, но здесь смысл в том, что обычно, чем может банк помочь предпринимать? Ну как? Вообще, денег дать. Да, да, дать денег. Мы хотели немножко отойти, потому что банк может на самом деле помогать не только деньгами. Мы можем давать экспертизу, давать знания, давать полезные связи и расширять рынок сбыта наших предпринимателей. То есть, что мы делаем в Клубе Клиентов? Мы, с одной стороны, даем предпринимателям больше зарабатывать. То есть, у нас Клуб построен так, что одни компании могут оказывать услуги другим компаниям, которые также являются клиентами банками. Таким образом, мы расширяем рынок сбыта, с одной стороны. А с другой стороны, мы даем предпринимателям новые практики, показываем новые, более правильные подходы к ведению бизнеса, которые позволяют вести бизнес более эффективно. Ну, в качестве конкретного примера. Вот предприниматель, он, допустим, сейчас торгует валенками в каком-нибудь городе, в Улипусе. Ну, так называют валенками. И у него аудитория, потенциальные покупатели в Улипусе, это 2000 человек, которые живут, допустим, в Улипусе, могут купить валенки и еще 500 человек, допустим, в соседнем селе, которое рядом находится. И мы приходим к ним и говорим, слушай, а ты не пробовал своими классными валенками продавать через интернет? О, это страшно, это непонятно, пугает и так далее. Мы говорим, ну смотри, на самом деле это просто, делай вот это, делай вот это, делай вот это. Вот мы тебе даем готовые инструменты, ты можешь буквально за пару дней запустить себе интернет-магазин валенков и продавать их на собственном. И у тебя будет аудитория не 5000 потенциальных покупателей, а, допустим, 20000 покупателей твоих валенок. Мы хотим, что Руджизн, да, он вместе с Альфа-банком начинался, рос и развивался бесконечно долго. То есть хочется, чтобы эти малые компании не закрывались. Сейчас он, к сожалению, закрывает удачную часть. Теперь ближе к разработке. Почему вы выбрали компанию Интерволга и чего больше всего опасались? Выбор студии оказался достаточно сложным делом. Мы рассмотрели порядка двадцати различных компаний топовых на рынке разработок в России. И советовались, в частности, производители ведущихся. Выбор был очень сложный, потому что достойных компаний из двадцати, тех компаний, с которыми мы могли бы разговаривать, их получилось примерно три. И в итоге, вот, для сложного выбора, мы остановились именно на Интерволге. И, честно говоря, я до сих пор ни разу не посыливал. Какие были основные деньги для подрядчика? Подрядчика мы выбирали по Тремосовым и Друзьям. Это, конечно, цена, с одной стороны. С другой стороны, мы хотели получить подрядчика, готового работать по гибким технологиям. Третий момент – это рекомендации от жителей CMS, 1S Bittrex, то есть мы остановились на платформе 1S Bittrex и под эту платформу выбирали подрядчика. И четвертый, конечно же, такой неформальный критерий – это качество коммуникации с менеджером проекта со стороны веб-студии. То есть было очень важно, чтобы на стороне студии был бы человек, с которым можно комфортно и легко решать вопросы. У меня были основные опасения, они касались дизайна, потому что у банка очень строгий подход. Расскажите о впечатлениях о начале совместной работы на рынке. В самом начале, я очень хорошо это помню, было серьезное волнение о том, как работать с командой, которую никогда не видел лицо. То есть я сижу в Москве, вся команда сидит в Волгограде, и, естественно, какая-то немножко пугала ситуация. И когда мы договорились, было немножко страшновато, когда мы договорились с начальником работы. И, к счастью, к моему, на самом деле, удивлению, все эти вопросы очень быстро разрешились. Мы наладили контракт по скайпу, мы начали вести работу по задачам BITR24, и все это как-то гладкость этой коммуникации, они очень хорошо наладились. То есть с менеджером проекта у нас были практически ежедневные, когда требовалось, когда не требовалось созданных скайпов. А с остальной командой, с разработчиками, состальщиками и так далее, я работал уже либо через менеджера, либо вот через задачи в BITR24, и это получилось. В Альфо-лаборатории есть много проектов, в основном это проектов внутренние, которые внутри разрабатываются, и там есть целые команды, они собираются, и создают какие-то идеи и так далее. А моя работа у клиентов, она выглядит совершенно иначе, я просто сижу за компьютером, в наушниках с телефоном, ну, телефон у меня только на скайпе, я только на телефоне, и что-то сам с собой делаю. И вот в этом, конечно, большая заслуга, и ребят, ну, всех ребят, которые работают над проектом, да, ну и особенно, наверное, с менеджера проекта Сергея Горелова. Теперь о неприятно. Были ситуации, которые расстроили вас? Да, конечно, такие ситуации были. Основная неизбежность. Там, ну, пара была моментов, когда у нас на функционал уходило больше времени, чем я рассчитывал, и это было связано с тем, ну, с каким-то определенным профессионизмом разработчиков. Они, там, старались сделать все гораздо серьезней, продвинутей, как, скажем так, не то чтобы сложнее, а комплекс, более-более-более комплексно хотели сделать. Вот, а ожидался, такой более простой подход, ну, подс-пад сделали, да, и работа, ну, я не до конца донес с этой идеей, что нужно попроще, побыстрее, чтобы, вот, уже допуститься, а, ну, ребята, как бы, ребята хотели сделать, покачественнее, и, да. Можете ли сказать, что больше всего запомнились? Очень хорошо запомнился один момент. Вот, у нас была одна задача по верстке, которая должна была быть закрыта в определенном сроке, в пятницу, должна была быть за нас. И вот, вечером в пятницу Сергей Гладков говорит, у нас, ну, тут как-то ситуация, мы можем не успеть, ну, вот, там, Андрей Гладков, наш старчик, он, сейчас, ему нужно отъехать, и, вот, потом, для этого он готовится, и доделать, им нужно идти на эту работу, и так далее. А ты говоришь, а что случилось, почему, ну, в частности, справление. Вот, оказалось, что у него, у Андрея, у него жена родила, вот, ну, и, я просто знаю, у него самого двое детей, я знаю, каково это, и я просто говорю, ну, слушай, если у него жена родила, то ему не нужно после этого возвращаться и доделывать, давай, скажем, закончится понедельник, мы там не будем, опять не заканчивать, и закончится понедельник, и все будет в порядке, и со свежей головой, и так далее, все равно он не сможет думать о работе, и так далее. Вот, и это меня немножко поразило, именно готовность ребят заканчивать с издачей сроков. И, наверное, завершающий вопрос, как вы видите будущее куб клиентов? Будущим куб клиентов должен стать точкой притяжения предпринимателей, активных предпринимателей из всей страны. они смогут найти больше новых клиентов, надежных партнеров, поставщиков, смогут реализовать свои какие-то новые предпринимательские идеи, и создать себя более качественно, как бизнесменные, как люди, которые что-то создают, создают что-то новое. и так далее. И так далее. Субтитры создавал DimaTorzok